Всем здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Михаил, и сегодня мы с вами возьмем интервью у нашего менеджера Ларисы. Позадаем ей вопросы, которые вы так любите задавать по телефону. Что ж, начнем! Здравствуйте, Лариса! Зашел к вам ненадолго позадавать вам некоторые вопросы, которые интересуют наших клиентов. Так вот, давайте начнем. Подскажите, пожалуйста, какие самые часто задаваемые вопросы встречаются при общении с клиентами? Ну, самый популярный вопрос, конечно, для всех. А скажите, пожалуйста, сколько стоят ваши домики? На что отвечаю? Дома у нас разные, у нас 12 рабочих проектов, то есть есть дома на любой площади, на любой вкус. Есть дома и в чистовой отделке, и при чистовой отделке, то есть готовы работать под любого клиента. Второй вопрос. А подходят ли ваши дома в ипотеку? Конечно, подходят. Наши домики подходят под все виды ипотек, под все льготные программы. А возможно ли как-то, то есть процентная ставка ни от чего не зависит, то есть она как в банке, единая, или может быть у нашей компании есть какие-то определенные условия? Вообще, конечно, мы работаем по условиям банка, но у нас очень опытный менеджер, и он может в процессе одобрения ипотеки на какой-то процент ипотечную ставку клиента понизить. То есть там у них есть свои нюансы, с этим наши ипотечные брокеры тоже работают. Подскажите, а цены относительно 2023 года, они как растут, на месте стоят или падают? Ну, немножечко подросли, конечно, цены немного подросли, именно в августе месяц. В связи с нестабильностью, с удорожанием у нас мы тоже вынуждены были немного цен поднять. А какие чаще всего люди хотят? Одноэтажные, двухэтажные дома, сотый проект? Какой проект самый популярный? Ну, вообще, молодежь, семейные люди в основном, тем более, что сейчас для многих возможна ипотека, берут в ипотеку двухэтажные дома. То есть двухэтажные дома, четырех-трехкомнатные. Потому что у всех ребятишек дома покупаются на перспективу, поэтому людям нужны дома с большим количеством комнат. То есть именно для семьи. Вот мы сейчас, кстати, находимся в коттеджном поселке Азовский, как я уже упомянул. Но не все местные, как говорится, не все понимают, где это находится. И рядом многие понимают, что находится Темрюк. А какая есть инфраструктура, то есть какие-то, может быть, рабочие места, продукты, какие-то магазины? Михаил, ну, вы немножечко неправы в том, что рядом есть Темрюк. Вообще, наш коттеджный поселок Азовский находится в черте города Темрюка. Это район, ну, как наши местные жители говорят, район 16-й остановки. После выезда из города Темрюка еще три остановки есть. Поэтому это черта города Темрюк. Вся инфраструктура здесь, в общем-то, рядом. Здесь школа, два детских сада, отделение ГИБДД, магазин сантехники, городской дом культуры. Это все прямо через остановку от нас. Продуктовый магазин через дорогу. Сейчас здесь строится большой продуктовый магазин тоже будет. Также где-то на расстоянии двух километров имеется, как говорится, 100 метровка, там очень большие торговые ряды. То есть там магниты, пекарни, магазины запчастей, ну, все, что есть нужно для жизни. Столовая, цветочный магазин, все-все-все здесь прямо. А вот для тех, кто летом любит купаться, какие пляжи, может быть, знаете? Ну, конечно, знаю, у нас здесь очень развитая пляжная инфраструктура в станице Голубицкой. То есть станица известная она по всей стране. Приезжают сюда люди со всех регионов нашей страны. Там очень хорошие отели, хорошие песчаные пляжи, очень большие. Хорошая пляжная инфраструктура, дельфинарии, колесо обозрения, парки, зоопарки. То есть все там есть. Ну, Лариса, подскажите, вот для тех, кто сюда захочет переехать, да, сколько примерно предложений осталось на сегодняшний день? Ну, вот на сегодняшний день я хочу сказать, что люди заезжают, конечно, смотрят, ой, сколько у вас домов, сколько продается. Нет, в первую очередь поселок уже полностью вся продана. В первую очередь никаких гномиков на продажу нет. Мы начали застраивать уже вторую очередь поселка. На настоящий момент здесь уже продано 9 земельных участков, естественно, уже со строительным подрядом. То есть продаем уже дома на перспективу строительства, то есть пока на этапе земельных участков. Уже заложены фундаменты под новые дома, под наших клиентов, то есть стройка идет полным ходом. В настоящий момент осталось еще 10 свободных участков. И еще тогда подскажите, вот относительно других наших жилых комплексов, у нас цены ведь немного отличаются, вот по вашему мнению, какое вы назовете главное преимущество, все-таки, допустим, от других наших жилых комплексов? Ну, главное преимущество этого поселка, что все-таки это черта города. Это черта города. То есть именно здесь очень комфортно людям, которые постарше, потому что здесь и больница, поликлиника, магазины, и, естественно, молодежи для развития. Здесь есть дом спорта, здесь есть зона отдыха, шикарный парк. То есть, ну, вот, молодежь здесь тоже комфортно. Также много школ, детских садов. Есть из чего выбрать, есть образовательные учреждения. Ну, это будет. Понял. Ну, спасибо вам большое. Не буду больше отвлекать. Спасибо. Вот такое небольшое интервью у нас получилось. Если у вас остались вопросы, вы можете задать под этим видео, либо же на горячую линию. Спасибо вам, что досмотрели этот ролик до конца. С вами был Михаил. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok